Четыре свадьбы, четыре незабываемые недели в разных городах. Прямо сейчас четыре девушки вступят в напряжённую борьбу. Они станут почётными гостями на торжествах друг у друга и выставят соперницам оценки от нуля до десяти баллов за свадебное платье, за банкетное меню, за оформление зала. Невеста, чья свадьба наберёт наибольшее количество баллов, получит суперприз в путешествие мечты от канала «Пятница». Четыре свадьбы, четыре свадьбы, Случайный взгляд, распахнутая дверь. Четыре свадьбы, четыре свадьбы, Ну вот и всё, ты замужем теперь. Приветствую в студии «Пятницы». Мои невесты уже собираются, чтобы познакомиться и рассказать о предстоящих торжествах. Всем привет! Я Алексей, это Анастасия. Мы будем вместе принимать участие. Ого! Это шок. Полный абсурд. Зачем мужчине идти на это шоу? Меня просто Алексей очень сильно любит и сказал, что я тебя не пущу никуда вообще одну. Это просто контроль от Насти. Влада такая негативная реакция, потому что она сама бы хотела бы здесь оказаться со своим будущим мужем. Не, ну вы тоже могли бы спросить, а можно ли с мужем? Мой мужчина работает. А я вот взял отпуск. Ну просто видите, мой мужчина сам на себя работает, и, соответственно, он не может взять отпуск. Ну, значит, плохо организовал работу. Можно же всегда организовать работу и спокойно пойти в отпуск. Да вы не нервничаете так. Мы не вообще не нервничаем. Ноль эмоций. Хватит разборок. Давайте лучше поговорим о свадьбах. Вот как раз с Лёшей, с Настей и начнём. Мы приглашаем вас на самую мощную годовщину. Которая придёт в классическом стиле. И у нас будет уже третья свадьба. Каждую годовщину мы играем как настоящую свадьбу. Это очень неожиданно. Это полный бред. На бюджете ваша свадьба? Уже чуть-чуть больше миллиона. Каждая свадьба у нас выходит дороже, чем предыдущая. Они мне не показались благодатными людьми, которые могут раскидывать миллионы. Мне очень интересно, кем работает Алексей. То, что у вас каждый год свадьба за такие суммы. Юристам. Юристы хорошо зарабатывают. А Настя кем работает? Я тренер по воздушной гимнастике. Это просто показуха. Выпин джошник. А где будет проходить свадьба? Большой красивый ресторан. Мне кажется, все будет обычно, как на всех обычных свадьбах. Даш, а ну-ка расскажи нам, что же необычного будет на твоей свадьбе? Мне 23 года. Я из города Нижний Новгород. Леопард, красный луб. Для меня это очень вызывающе. Какой-то пафос. Я хочу пригласить вас на свою свадьбу на берегу Волги в классическом стиле с элементами рустик. Ничего интересного. Какой бежит твоя свадьба? 700 тысяч. Интересно вообще посмотреть, что за такие деньги можно организовать на своей свадьбе. У тебя будет одно платье? Да, у меня будет одно платье. Оно будет достаточно классическое, в меру пышное. Если ты делаешь стиль рустик, то и платья должна соответствовать стилю рустик. Цвета айвори. Что такое айбери? Айвори. Айбери. Айвори. Ну ты говори по-нормальному. Я вот не знаю, что это такое. Род деятельности, да, какой? Я управляющая аппаратной косметологией. Аппаратной косметологией? Аппаратной косметологией. Даша, она очень самоуверенная. Но мне почему-то показалось, что мы все сразу на одной какой-то волне. А расскажи-ка поподробнее о своей волне. Всем привет, меня зовут Влада. Я из города Тюмени. Юная, активная девушка. Наша свадьба будет проходить в классическом стиле. Она будет самой идеальной. Свадьба будет в шатре. Это ж какой должен быть шатер? Ты понимаешь, что такое шатер в наше время? Шатер это огромная, круглая, сконструкция, навесная. Ты понимаешь, что такое шатер? Это очень модно в наше время, как бы, Алексей. Стыдно не знать этого, при том, что у вас три свадьбы были. Для свадьбы это не очень удачный выбор. Какой бюджет для свадьбы? 500. А народу сколько? Около 70 человек. Мне кажется, она не уберется в эту сумму. Это будет просто только стол и все. Будем делать сами шоу. А чем вы занимаетесь? Я недавно отучилась на зубного техника. Все, если зуб заболит, сразу к стоматологу. Я не стоматолог, я зубной техники. Я изготавливаю. Если тебе выбьют зуб, я тебе могу его поставить. Надеюсь, это не произойдет. Даша, у тебя в МИАСе драк не планируется? Меня зовут Дарья. Мне 22 года. Обычная девочка из провинции. Я вас всех приглашаю на свою самую лучшую свадьбу, которая пройдет в классическом стиле. Такая прямо традиционная, с выкупом. Будет самая-самая душевная свадьба. Я такие свадьбы не люблю. А какой бюджет вашей свадьбы? Бюджет нашей свадьбы около 150 тысяч. А народу много будет? Около 45 человек. Будет традиционная русская свадьба, как у наших родителей с 90-х. А ты чем занимаешься? Я мастер маникюра по образованию стиле-свизажиста. В принципе, собралась веселая команда. За веселье? За веселье! Тут все прошло на ура! Главной стервой проекта будет Алексей. Пытается затмить всех нас. Главной стервой на проекте будет Даша, которая в леопардовом платье. Леопард, он хитрый. Зверь. А это город Золотого кольца России, Нижний Новгород. И здесь живет наша первая пара. Даша и ее жених Сергей. И прямо сейчас ребята нам поведают свою лавстори. Был чемпионат мира по футболу. Мы сидели с подругами, отдыхали. Он подъехал к этому заведению. Такая сошла с улыбкой, навеселей. У нее было очень много позитива и энергии. Я спросила у него, есть ли у него девушка. Я просто решила до него докопаться. Я ответил, что нет. Я сказала теперь то, что есть. С тех пор у нас завязались отношения. И вот он мне начал звонить, писать. Он приезжал ко мне на работу каждое утро. Там всякие цветы мне дарил, конфетки. На самом деле просто работа, рядышком находилась. Да офигел. Ну что ты финик вот несешь? Так и было. И навещал меня каждый день, пока мы не начали жить вместе. Мы отдыхали с друзьями на турбазе. В один момент я просто зашел в комнату с цветами, с кольцом и предложил ей... стать его женой. Я согласилась. Я люблю тебя за то, что как сильно ты любишь меня. Спасибо. Пожалуйста. Боже, какая идиллия. Какая милая пара. Я из дома, мама, вчера ушла. И напилась. Сережа довел меня. Тонервная, наверное. Может быть, валерьяночки чуть-чуть. А я виски с колой пью. Вот эти ку-ку, что ли. Мам, я уже взрослая, самодостаточная, независимая женщина. Слушай, иди себя хорошо. И ни капли больше спиртного. Ни капли. Даш, слушай маму. Она плохого не посоветует. Что там у тебя? Все к свадьбе готово. Это, блин, декоратор мой. Она, мимо, не плюнула мне в букет-то? Я немножко с ней поругалась. Такая букет, типа, ну, выйдет 3-3 500 максимум. Скидывает такая, типа, 4 с половиной тысячи. Я такая, типа, с***, загуляли-то. Хм, если такое начало свадьбы, что же будет в конце? Может, соперницы твои что-то натворят? Девочки себя будут вести спокойно. Даша однозначно будет сидеть просто тихо в стороне. Влад, наверное, будет активничать. От Анастасии с Алексеем я не знаю, чего ждать. Настя, Леш, чего от вас ждать? Хотим отжечь на свадьбу у Даши. Чтобы нас все запомнили. Как всегда, на каждой свадьбе. Даша, а ты что в таком красивом образе сегодня? Даша сегодня похожа на женщину вам. Я хочу быть сегодня самой яркой из всех. Сегодня я на этой свадьбе буду звездой. Чёрной короткой платье на свадьбу считается моветон. Ну что, мы на точке сбора? Не, ну это капец какой-то. Там был песок, каблуки тонули в этом песке. Смотрю на этот склон и понимаю, что это просто пипец. Нужно забираться по этому склону вверх, на каблуках, в платье. Ой-ой-ой. Поднимаемся мы наверх и видим ресторан. Я так понимаю, что это вообще здесь просто кафе. Проходим в зал. Добро пожаловать на свадьбу Даши. Бюджет 700 тысяч рублей. Стиль классический и рустик. Фишка – свадьба у реки. Вообще, насколько я помню, свадьба с элементами стиля рустик. В классическом стиле с элементами рустик. Стиля рустика я здесь вообще не наблюдаю, честно говоря. В рустике преобладает дерево, в первую очередь. Такая атмосфера создается деревней. У Даши этого же я вообще не увидела. Влада, так вот же зелень на президиуме. Это не рустик. Это тропик. Президиум украшен довольно интересно. Но в нем очень много всего смешано. Там смешаны и цветы, и зелень. На каждом столе стояла пазочка, похожая на головный бокал. Это было очень неизысканным украшением. В принципе, украшено неплохо. Здесь у нас происходит и банкет, и выездная регистрация. Даша говорила конкретно, что регистрация будет у нее выездная на берегу Вовы. Поэтому мы и не поняли. Вот так она, получается, наврала нам. Как бы облажалась. Мы начинаем церемонию выездной регистрации. Дружно, громко, сонко! АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Заходит жених. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пухленькие у него, щёки есть. Дашин жених никакой. А бутоньерка-то неправильно зацеплена. Ты мне скажи, как мой муж, что у него было не так с бутоньеркой? Потому что она была у него в кармане. Ты ж мой. А не приделанно, как это должно быть. Прям для меня каждая мелочь важна. Ну вот и всё, ты замужем теперь. И тут заходит Даша. Она сказала, что её платье будет цвета айвори. Цвета айвори. Ну, может, она не знает, что такое цвета айвори, но, по-моему, белый цвет знают все. Это был просто белый цвет. Платье было очень простое. Смешной маленький бантик сзади, на её широкую спину он её немножко полнил. Не то чтобы полнить, он просто придаёт ей несколько лишних килограмм. Согласны ли вы всю свою жизнь провести с прекрасной девушкой? Серёжа как-то потерялся. Ответил тихо и нелепо. Тюфяк. Никакой. Да. Чтобы все услышали, за него ответила Даша. Да. Смотришь на них и понимаешь, что Даша в этой паре альфа-самка. Да. Да ладно вам, парень просто волнуется. Я объявляюсь для вас мужем и женой. Прошу вас порадовать нас первым супруческим поцелуем. Слова ведущего на церемонии меня не растрогали. Хотелось бы немножко от него нежности какой-то, мягкости. Это как-то было всё резко. У меня сама церемония не тронула. Вообще никак. Растрогал только сам момент, что вот стоит Даша, стоит Серёжа, они смотрят друг на друга. У них там глазки слезятся, плачут их родители. Это было, наверное, лучше, чем то, как вёл это ведущий. Поздравляем тебя. Поздравляю. Держись, дружище. И нас пригласили за стул. Обратите внимание, что на столе только белое вино, красное вино и водка. Я не готов был на свадьбе сидеть, грубо говоря, и холестать водку. Слушай, мне кажется, я пойду в магазин за виски. Для того, чтобы решить проблему. Девчонки, а вы пока расскажите, что там ещё есть на столе. Рыба и какая-то мясная закуска. Они безумно заедрились. Это есть не хочется. Ну тогда ешь салат. Я пробую салат, он мне не впечатляет. Ну, кабачок это прям... Кабачок мне не нравится. Заправка очень острая, невкусная. На столе из закусок ещё лежит сыр. Четыре вот несчастных кусочка. Сколько у нас за столом? Восемь человек сидело, да? На восемь человек эти четыре кусочка. Я не понимаю, как это делить между собой. Распиливать ножичком пополам и делиться. Так, я понял. Лёш, сыра ещё захвати. Здравствуйте. Я сыр вам взял. Выпили, расслабились, на романтичный лад настроились. Можно и первый танец посмотреть. Просто обычный танец. Просто яли, пообнимались. Пустили тяжёлый дым. Ну, красиво. Ну, сейчас все так делают. Неудивительно. На моей свадьбе попытаемся сделать что-то более интересное. Дайте же шансы невесте показать что-то более интересное в танцы с папой. О-о-о! О-о-о! Это трогает. Я прям пустила слезу. Так, на этом слёз достаточно. Давайте веселиться. Что по развлечениям? Конкурсов мы не видели, а были тоже. Вот это моё любимое, девочки. Когда толпа друзей выстраивается в одну линию и передают друг другу микрофон, когда счастье, здоровье, любви. Жёлтый курс, здоровье, счастье. Любви, счастье, здоровье. Чтобы было вам всегда весело. Счастье, здоровье, любви. Пусть ваша любовь только с годами становится предчатой. Ещё полчаса мы сидим, нам нечего делать. Прошло полчаса, как друзья всё ещё поздравляют в линейщике. А мы всё ещё сидим. Чего сидеть это? Идите и вы поздравьте. Я подготовила Дашу на свадьбе сюрприз. Она выходит, подсвеченная, и начинает танцевать. Какой красивый танец. Правда, девчонки? Это некрасиво. Танец совершенно не вызвал у меня никаких эмоций. Не произвело какого-то вау-эффекта. Зачем? Самое яркое в её танце – это её костюм. Но костюм не она шьёт, поэтому как бы это не её заслуга. Ой, что-то завистью запахло. Ладно, малышки, несите теперь свои подарки. Пусть у вас будет словно в сказке. И свадьба, и дальше вся жизнь. Чтоб жили влюбивые сказки. Семья ведь и есть всего смысл. Я Дашу подарила очень интересный подарок. Я написала небольшое поздравление для ребят заранее. Желаю быть самыми родными и близкими людьми друг для друга. Желаю наполнять ваши сердца радостью. А дом, чтобы у вас всегда был с детским смехом. Влада, какие трогательные слова. Неужто сама написала? Я загуглила это стихотворение. Только что я же его изменила немножко. Я умею менять. Потому что времени написать не было, если честно. Это все подарки? Какая щедрость с вашей стороны. А дальше-то было так же весело. Тост. Тост я вняли! Тост, 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 тост. Только вышли потанцевать. А все, ребята, тост. Спустя несколько часов. Монотонных тостов. Мы решили немножко развлечь людей. Спрятать не невесту, как это делается обычно, а жениха. Пойдем подальше. Подходим мы к ведущему. А мы украли жениха. Прежде чем что-то делать, всегда согласовывайся. Ведущий нас просто отчитал по полной программе, что вы сначала должны все согласовать со мной. Почему вы что-то делаете без меня? Какое вы имеете право? Ты мне кто? Ты меня стоишь, отчитываешь? Я здесь и кость. Ну я захотела сделать вот это. Ну я уже это сделала. Мы его сейчас вообще в такси запихаем, увезем. Окей. Мы пошли сказать об этом жениху. Ведущий сказал, искать тебя никто не будет. Мы вас к тёше можем вправлять в клуб. Я с вами никуда не пойду. Все, поехали. Поехали, все. В итоге-то жених убежал. Даша, Даша. Короче, ведущий скучный. Жених скучный. Максимально скучный. Нам пришлось развлекать себя самим. Даша, оставь налечь. У меня была компания с Дашей. Мяс. Мы с ней немного выпили. Потом еще немного. Давай до дна. Ну все, пониколе его. По итогу мы остановились на водке. И мне кажется, водка-то Дашу и убила. Главное, чтобы было весело. Она уже была под хорошим градусом. И в один прекрасный момент она начала шататься. И звать нас куда-то в холл фотографироваться. Даша однозначно будет сидеть просто тихо. Это был просто трэш. Но это еще ладно. Дальше пошла барная стойка. Даша однозначно будет сидеть просто тихо. Главное ее движение, это было движение из булин ружи. Нужно было присесть, откреть жопу и встать. Этим движением меня научила самая известная хореографа в моем городе, в Миасе. Этим танцем я соблазнила будущего мужа. Но и этого Даши показалось мало. Даша внезапно взяла вазу. На каждом столе стояла пасочка, похожая на огромный бокал. Даша пила вино из вазы прям ужасающе. Даша однозначно будет сидеть просто тихо в стороне. Они меня завидовали, так как я была самая яркая в этом вечере. Я прям до сих пор в фоке. Спасибо, Даша. Такое выступление мы запомним надолго. А теперь освободи танцпол. Торт везут. Ты можешь подарить все, что снимал. Мы сейчас это увезем обратно. Мы то сначала не поняли. Она его тут же увозит, со словами, это не наш торт. Вывозит другой торт, а другой торт был красивый. Это точно наш? Вот и тот. Слушайте, нам говорят предыдущий наш. Это опять не тот торт. В итоге проносят первый вариант. Громкие, громкие, аплодисменты! Ну, слава богу, невеста определилась. Невеста почему-то не знала, какой у нее должен быть торт на свадьбе. То есть она как его заказывала? Просто дайте мне какой-нибудь торт, и какой у вас там лежит. Это обычный белый свадебный торт. Простой, не особо украшен. Торт они будут продавать. Первые куски начали покупать родственники. Я хотел купить кусочек торта. Пять тысяч. Шесть тысяч рублей раз. Взять, пожалуйста. Теперь еще свою свадьбу играть. Если тебе некуда дать деньги, давай мне, давай. Ну, жена у меня все-таки отжала деньги. Как Министерство финансов, я всегда лишаюсь денег в нужный момент. Четыре тысячи вытащила. Ну, четыре здесь, четыре там. Ты же понимаешь. Свадьба в миллион. Часть и нижняя, часть вкусная. Он состоял из бисквита, крем-чиза и клубники. То есть максимально просто. Крем-чиз был сальноват. Сальноват. Клубника была заморожена. Да и, в принципе, торт. По какой-то причине часть торта у меня попала с кусочком льда. И как бы это сильно подпортило впечатление о тортике. После прекрасного торта. Мы хотели сказать последнее слово, да, на этом торжестве. И спокойно, тихенько удалиться. Ребят, вы большие молодцы. Мы очень рады за ваш день, что он вот так прошел, как вы его запланировали. Но у нас остались, конечно, немножко вопросы к вашему ведущему. Он нас немножко разочаровал. Спасибо большое за все. Ведущий начал нам кричать, типа, валите отсюда, что там такое. Нас просто обсмеяли, как бы, да. Начинайте, ребята! Ну, мы пошли. Мы выходим с зала. Только собираемся пойти за вещами. Тут как фурия выбегает Даша. Бежит за моей спиной и хватает меня за руку. Он начинает орать. Было некрасиво с твоей стороны. Ты могла мне подойти и сказать. Даша, мне не понравилось. Я бы сказала, блин, Настя, я уложил момент. Как-то я сделала ему замечание. Выпустите нас тогда. Настя, разговаривайте на микрофон. Это было нехорошо. Надо было ей, наверное, отшутиться в этой ситуации. Ситуация накалилась настолько, что действительно, как бы, еще чуть-чуть. Мне действительно стало страшно. И дошло бы до рукоприкладства. Так, ребята, успокойтесь. Не нужно рукоприкладства. Давайте лучше уходить и ставить оценки. За платье невесты Дарьи я ставлю один балл. Оно ее полнило. За оформление зала на свадьбе Даши я ставлю два балла. Вот там не было зрелого Даши в стиле Рустик. За банкетное меню мы ставим единичку. Я ходил в магазин. А я стала не голодная. А это Санкт-Петербург. Город, где разводят мосты. Надеюсь, что этот город никогда не разведет нашу следующую пару. Прямо сейчас ребята расскажут, как познакомились. Я работала на корпоративе. Я был приглашенный гость. Шоу была там, программа такая слабенькая изначально. Что значит слабенькая? Ну, потом вы вышли. Я заметил вот эту вот особу, красивую, яркую. Взял у нее телефончик и сказал, что если будут юридические какие-то сложности, то вы всегда можете позвонить. Я подумала на тот момент, ладно, я запишу твой телефон, только, пожалуйста, где отсюда, отстанет меня. У меня была сложная операция на колено. И пока мне эту операцию делали, проходила реабилитация, восстановление, мне разобрали машину. Прямо там всю бочину. Я просто сижу, рыдаю, думаю, что мне делать. И тут я вспоминаю про прекрасный номер телефона. Я приехал, виновных мы не нашли, а Настю мы нашли. Спустя три месяца надел мне колечко на пальчик. Под фонарик и красиво подошел, сказал красивую речь. Я не помню, что он говорил. Ну еще бы ты не помню. Ты уже кольцо увидел, все уже, о всем забыл уже. Ты мой самый-самый кексик. Какие вы милые. Бегите уже скорее готовьтесь к своей третьей свадьбе. Ждешь каких-то сюрпризов сегодня? Девочки что-нибудь дам в дне. Не очень хорошие сюрпризы подготовят. Особенно Даши. Повздорили мы с ней немножко. Ребята, вы на себе. Слушай, мне даже самому интересно, будет ли Дашка мстить? Я оделась черным под цвет их души. Насколько я поняла, на такой мини-трауле. Я их видеть вообще не хочу. Это люди останутся просто в черном флиске до конца моей жизни. Мы с девочками стоим, собираемся подойти к ресторану. Тут опа. На свадьбу? Да. Мужик какой-то подходит. А я за вами. Такой мужик из девяностых. Вот здесь цепка, вот здесь цепка. Стоит такой, как бык. Классно. Ребята заморочились. Они вызвали машину, позвали водителя. Шикарный Лексус. Дешевый понт, чтобы нас задобриться. Что-то неожиданное такое. Я сажусь в автомобиль и вижу то, что на сиденье две бутылки. Одна шампанское, а другая открытого вина. Специально для дачи предлагают вино. Вам вина? Нет, нет. Тоже шампанское? Да. Я не буду пить вино, потому что оно уже было открыто. Я боюсь, что меня могли что-нибудь подцепить, чтобы я уснула. Ребята могут мне сделать все, что угодно. Это просто бред. Не бойтесь, здесь очень культурная столица. Да понимаете, как столица культурная, а люди-то не очень. Почему? Потому что они мою свадьбу испортили. Ей стоило бы промолчать. Третьих лиц сюда впытывать было не нужно. Будет прекрасно, мне очень понравится. Просто засланный казачок, чтобы развеяться обстановку с самого начала. Даш, вот не накаля обстановку. Свадьба ведь еще даже не началась. Мы доехали до места, выходим из машины. Ну, блин, это обыкновенная шашлычка, ребят. Это было очень скудненько за такую стоимость. Это колхоз. А это типа только фруктики. На фуршете очень много фруктов. Слишком мало, чтобы наесть. Бутербродик хотя бы какой-нибудь. Мы не наелись от слова совсем. Дальше мы проходим и видим ангелов, парящих над землей. Очень красиво. Ангелочки, которые сломали ножки. И их поставили костыльки. Ангел, ты куда ушел? Ангел покинул нас. Даш, это он на церемонию спешит. Позвольте под ваш аплодисмент. Мы хотим пригласить главных героев нашего торжества. Анастасия и Алексей. Очень красивое платье золотого цвета. Очень хорошо сидит по ее фигуре. К этому платью соответствует цвет корона. Ей очень подошел этот образ. Мне не зашло. Есть такое ощущение, что это платье не первую свадьбу повидала. Ну, камон, нам 200. Можно было этот интересного дизайнера какого-нибудь купить себе. Таким образом. Но все равно с чем-то. Сменит отношения. Боже, ну костюм Леши. Мне кажется, он на нашей встрече был в нем. На Дашкиной свадьбе, мне кажется, он был в нем. Настя, сэкономь полтинничек. Купи мужу новый костюм. Потому что синего Алексея мне и так на свадьбу хватает. Ты мое солнце. Ты мое море. Ты моя судьба. Я тебя люблю. По ним видно, что они любят друг друга. И, ну, вот это вот тепло, которое между ними, оно чувствуется. Я очень рада, что мы с тобой переходим через все невзгоды, трудности. И все равно встаем все вместе. Я тебя люблю. Я вспомнила своего жениха. И мне прям захотелось домой к нему. Курочки, может, вас сможет растрогать сюрприз от жениха с невестой? Буквально через мгновение мы узнаем, мальчик или девочка. Я уже заранее угадала то, что Настя беременна, потому что она сказала, что не пьет алкоголь. И плюс у него виднеется животик. Безумно люблю детей, так что я очень счастлива за них, что у них будет лялька. Я хочу девочку. Леша, по нему видно реально искренние эмоции, искренняя радость. Я не увидела никаких эмоций от ребят вообще. Ну что, малышки, теперь и вы покажите свою искреннюю радость. Поздравьте молодых. Я не хочу, правда, ребят. Я придерживаюсь своей тактики максимального игнора. Поздравлять их, дать какие-то им эмоции на путстве я не хотела. Они этого не заслуживают. Распоздравляю. Спасибо. Самое главное в наше время – это дети. После этого нас всех приглашают в банкетный зал. Добро пожаловать на свадьбу Насти и Алексея. Бюджет – 1 миллион 200 тысяч рублей. Стиль – классический. Фишка – свадьба на репите. Ну вот и все, ты замужем теперь. Заходим в ресторан. Просто пустой огромный зал. Приятно, мы сидим рядом с ними. Очень приятно. Чтобы слышать все, что мы говорим. Эти подсвечники колхозные, ну, 21 век, все давно поменялось. Настюха, камон, ну, слушай, ты каждый раз к свадьбе к своей готовишься, как в первый раз. Ну, можно было как-то поинтереснее перед зимой оформить? У меня такое ощущение, что все эти украшения просто так и есть в этом ресторане. Типа ничего оригинального в этом нет. Какая разница, какой стол, если на нем вкусная еда? Присаживайтесь. Очень много еды в монстрове. Сырная тарелка, мясная тарелка, салаты, несколько видов, рыба, овощи свежие. Я беру огурчик, понимаю, что он не порезан. Как будто вот только сорвали его и положили. Стиль огорода. Это ужасно. Мы сидим с Владой и вот эти опки от огурцов пытаемся порезать ножом. И то огурцы были, вот реально, огурцы были невкусные. Обычный салат. Это единственный салат, который был вкусным. Остальные салаты я не стала есть, но их попробовала Влада, и ей они категорически не понравились, и я не стала рисковать. Даша, а мне показалось, что ты отсутствием аппетита не страдала. Я в основном пробую рыбу, потому что остальные нарезки меня не впечатлили. Я думаю, когда хорошо, не надо говорить, что это плохо. А я сказала, что это плохое. О, а вот и ваш водитель проявился. Этот водитель оказался совсем не водителем, а гражданским мужем мамы Насте. Создается впечатление, что он за нами следит, потому что за столом сидит рядышком. И выходим мы на улицу, он рядышком приехал с нами. Он ждал весь вечер от меня какого-то трэша. Начинается танец молодых. Они выходят не в платьях, а в танцевальных костюмах. Это очень круто. Это очень сложный вид танцев, поэтому молодцы. Мне нравится. Это не замылено. Может, и второе платье невесты понравится? Это красивое платье. Второе платье безумно красиво смотрится. Смотрелось на ней как большой лифчик на Ольге Бузовой. Влада, признаюсь, это самое странное сравнение, что я слышал. И тут начинается шоу. Демоны заказали ангелов. Они, наверное, пытались свои сущности закрыть этими белыми чудесными ангелочками, но все равно это было видно. Все номера идут нон-стоп большим потоком. Не сходить, не знаю, потанцевать, не проветриться на улицу, не поговорить с молодыми. Проще свалить куда-нибудь на концерт в Питер и отжечь танк, чем сидеть вот это вот и смотреть, как эти ангелы постоянно танцуют. Это просто шоу шизофреников. А Даше понравилось. Она даже вдохновилась. Ко мне пришла мысль подготовить для Леши с Настей танец. Сюмприз от Дании. Ваши абонисменты. Она танцевала, как будто ее уши за одно место укусила. Она изгибалась просто, как бы, очень непонятно. Ее танец, ее уличный хип-хоп, который она оставила сама, достоин уважения. Здравствуйте! Мне очень понравился этот сюрприз. Малышки, теперь ваша очередь поздравлять. Я уже заранее угадала то, что Настя беременна. Хотела бы вам подарить такую вещь от тебя. Пусть ваш ребенок это носит. Вы смотрите и вспоминаете меня. О, Влада, как мило. Ты меня прямо растрогала. Моя свадьба следующая. И, как бы, я очень боюсь. Боюсь всего происходящего. Боюсь там Насте с Лешей. И поэтому она особо не вставляет им палки в колеса. Хотя ей много что не нравилось. Мне кажется, эти люди готовы на многое ради победы. Так вот, в чем причина твоей щедрости? Даш, а где твой подарок? Я ничего не буду дарить ребятам, потому что они не заслуживают. Мой самый лучший подарок для них – это не изгадить им свадьбу. Ну и злюки вы. Хорошо, что Даша сегодня за всех отрабатывает. Я так вдохновилась выступлением на сцене, своим танцем. И я решила провести флешмоб. Смотрите на меня и просто повторяйте за мной. Я им показала самые несложные движения. Ее движение с лорда повторить. Она делает волны такие сумасшедшие. Это гениально. Хочешь еще потанцевать? Мощнее. Есть. Офигенный. Да, да. А в какой-то момент начинается просто 100-500-е шоу. Выходят девочки. Я понимаю то, что посередине с девочкой что-то не то. Она отличается. Это что, Даша? Танцую вместе с девочками. Я смотрю на них и я понимаю, что я, в принципе, ничем им не уступаю. Я чувствовала себя звездой. Она вообще звезда этого вечера. Вот настоящая звезда. Искренняя девчонка, которая отрывается на чужой свадьбе. Максимально простая девочка, без какой-то грязи. А Даша я не жду подвоху в свой адрес, потому что, мне кажется, она на это не способна. В любом тихом омуте черти водятся. Даша тоже кое-какой сюрприз для вас приготовила. В течение всего вечера потихоньку записывала все то, что говорили Даша с Владой. Она выпить не стало, потому что она сказала, что вы ее хотите отравить, мы туда что-то подлили, но вино было уже открыто. Я не буду пить вино, потому что оно уже было открыто. Я боюсь, что мне могли что-нибудь подцепить, чтобы я уснула там. Они были очень неприятно удивлены сложившейся ситуацией. И я думаю, что им это было неприятно и обидно. Влада вас назвала, чтобы вы лицемерно подходите. Меня на самом деле так тронул ее подарок. И я так считала, что она такая искренняя девочка. Самым большим открытием для ребят было то, что Влада оказалась на стороне Даши. Влада на Дашиной свадьбе пыталась все за***ть и как бы сказать, что все изначально, все плохо. И сейчас она на вашей свадьбе пытается сделать то же самое. В данной ситуации я на стороне Насти с Лешей. Не из-за симпатии, в первую очередь из-за справедливости. Даш, ну ты рисковая девчонка. Рано или поздно все тайное становится явным. И твои соперницы тебе такого точно не забудут. Тут выкатывают торт. Ничего себе, вот это масштаб. Я просто в шоке. Такой огромный, красивый, выглядит как Тадж-Махау. Не знаю, у меня просто была гамма эмоций. Пойдем посмотрим. Потом, когда его немножко отнесли, я увидела то, что это все муляж. Ну, по-другому это не скажешь никак. Ура! Малышки, ну какая разница? Зато красиво и вкусно, я надеюсь. Тут есть белый шоколад и крем. Торт категорически мне не нравится. Он похож на покупной. Как будто его просто взяли, купили сейчас и нам принесли. Ммм, сладкий, но вкусненький тоже. Вот вся свадьба состояла, наверное, только из этого, из какого-то пафоса и наигранности. Тем не менее, нужно выставить оценки. За платье невесты Насте я ставлю 8 баллов. Я считаю, что оба платья ей очень подошли. За оформление зала Насте и Леши я ставлю цифру 1. Обыденный интерьер из ресторана. За банкетное меню. И с фадьбой Анастасии и Алексея я ставлю 1 балл. Вау, эффекта это не произвело. А мы в Тюмени. Городе, где живет больше всего нефтянников. Но даже здесь наша третья невеста Влада умудрилась найти себе простого парня-строителя. И сейчас ребята расскажут нам свою лав-стори. Мы познакомились, когда я приехала к своей бабушке в поселок. Обычный магазинчик. Я зашла, и Леша со своими ребятами стоял. Он спутил меня за арку и сказал, дайте мне Бог здоровья, красавица. Мне кажется, самый тупой подкаст в моей жизни. Мне кажется, вот только поэтому он и запомнился. Первый раз вот я увидел, и сразу же как-то она меня зацепила. И начали встречаться, быть вместе. Мы познакомились с Тюмени, и я уезжала в Тобольск учиться. Взял и поехал за ней. У меня не было денег, ничего. Он приехал, вот, голый. Тогда я поняла, что это человек, с которым нужно быть рядом, и который будет рядом со мной всегда. Никогда в моей жизни не было такого мужчины, который так сильно заботился обо мне. Я с ним, со своим тяжелым характером, со своим жестким таким характером, почувствовала себя тут маленькой девочкой. Предложение я ожидала, но не в тот момент, когда оно было. Она пошла со своей подругой в заведение, в кафе. Они вышли подышать на улицу, и буквально за 15-10 минут я украсил зал. Она заходит. Все везде в свечах, все везде в шариках. Играет такая красивая музыка, приглушенный цвет. На колено стою и говорю, будешь моей женой. Я ответила, да. Влада, как настроение в это прекрасное свадебное утро? Больше всего я боюсь наших ребят, а именно Настю с Лешей из Питера. Боже, я очень боюсь, что что-то не то будет на свадьбе с их стороны. Но если нам будет скучно, то, я думаю, Леша опять возьмет микрофон у ведущего. Мы что-нибудь придумали. Там идет какой-нибудь конкурс. А Даша из мяса пойдет танцевать. Мы хотим увидеть идеальную свадьбу сегодня. Я жду этого тюменского шатра. Я наконец-то хочу повеселиться хоть на одной свадьбе, а не быть в плохом настроении. Мы приезжаем туда, где у нас стоит геолокация в Тюмени. Видим просто бездорожье. Нет дороги, что ли? Я вяжу гараж и оборванную дорогу. И причал. Понимаем, туда ли мы вообще заехали или нет. Не все гости, даже местные, знали, куда ехать. Я на самом деле подумала, что это какой-то прикол. Мы сейчас там типа походим, погуляем, а потом за нами приедет какая-нибудь машина. И нас так никто и не встретил. Ребят, ну так идите сами, ножками. Я решила взять на себя инициативу. Мне кажется, нам там надо повернуть. А как ты идешь? Ты идешь прям по проезжей части, ничего тебя не смущает. Вот сейчас тут машин много. Вон виднеется шатер. Я ждал этот шатер. Я думал, что это будет реально большой, красивый шатер, а не навес какой-то. Ну, обычная палатка. Поставить бы мне лодку рядом, взять бы две удочки, все, и было бы замечательно. В общем, с самого начала мы поняли, что идеальная свадьба. Наша свадьба. Она будет самой идеальной. Не такая уж и идеальная. Мы идем на фуршет. А здесь, наверное, что-то вкусненькое. Да. Фуршет довольно интересный. В нем есть и алкогольные, и алкогольные напитки. Хорошо, что были тарталетки, шампанское. Этим как раз можно закусить и выпить. Это не то, что фрукты, но и предыдущей свадьбе. Нет никаких вилочек. Прям руками, да? Вилок нет, шпажечек нет. Брезгуля, что снизить? Ну вот и все, ты замужем теперь. Ну что же вы сразу на еду набросились? Осмотрите местность для начала. Класс вообще, мне кажется. Красиво. Ну можно было использовать это пространство пафоснее. Ну и надо было просто немного позвать дизайнера. Меня все-таки напрягает, что если был бы дождь. Мы сейчас под шутром. У нас и докапываются до каждой детали. Я не то, что люблю докапываться. Я просто очень много читаю про организацию свадеб. Лучше бы, допустим, было это сделать молча. Видим арку. Тебя не смущает, что арка просто из... Ну как бы это трубы, которые не прокрашены. Где торчит железо. Железо. Их раз спасибо, что оно не ржавое железо. Настя, ну издалека ж не видно. Главное, чтобы церемония была красивой. Выходит жених. Молодой, задорный. Жених Алексей. Это уже о многом говорит. Это вам не Сережи. Там как бы, да, это... Он молодец. Он прям такой вышел довольный. Правильно закрепленная ботаньярка – залог успеха. А ботаньярка, да, неправильно зацеплена. Курочки, вы сейчас за обсуждением невесту пропустите. Ах, вот она что! Конечно же, конечно же. Появление было довольно эффектно. Они прям молодцы. Как я сразу этого не догадалась. Приплывает Влада. Ей помогает подняться папа и проводит ее на саму церемонию. Сразу целоваться давай. Ну, это точно все. Ваши овации, ваши. Платье у Влады блестящее. Красивое, расшитое спереди. С бантиком посередине. Вот эти вот модные рукава. Я скажу про платье Влады, что оно не для идеальной свадьбы. Я бы для ее оба фасона подобрал бы другое платье. Надо пышнее брать. Она такая маленькая, что там это? По мне так нет. Я люблю такое пышное, блестящее, со шлейфом. Вот она прям девочка-девочка в нем. Начинается с церемонии. Согласен ли ты любить ее? Да. Влада, готовы ли ты пройти с ней всю жизнь рука об руку? Конечно, да! Столики ставятся для того, чтобы невеста положила свой букет, поставили вот эту шкатулочку, чтобы были, ну, свободные руки обменяться кольцами. Ну, как-то столик оказался очень далеко от них. Бедный Алексей держал эту шкатулку, закрывая все, как они там менялись этими кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Ура! Церемония пошла довольно нормально. Ну, поздравляем. Чего-то очень трогательного не было так. Плакать не хотелось. Даш, а есть хотелось? Банкет начинается. Мы заходим в банкетный зал. Добро пожаловать на свадьбу Влады. Бюджет 500 тысяч рублей. Стиль классический. Фишка – церемония у реки. Особого оформления я не вижу. Декора, видишь, здесь не так много. Видишь, здесь троса. Зал красивый за счет того, что это шатер. Белые стены – это очень по-свадебному, не то, что арабские кафе по-восточному. Иди, посмотрим, что он молодой. Очень понравился президиум жениха и невесты. Достаточно большой, обширный. В принципе, все очень миленько. Мне не нравится, что он грязный. Это мышки. Настя докопалась просто до каждой мелочи. До паучка, до комарика. Просто бедные комарики. Может, Настя просто голодная? Потому и без настроения. На столах стоит два салата. У меня салат «Цезарь». Да. Поворачиваю голову и вижу, что есть салат с рыбкой. Я с рыбкой хочу. Давай поменяюсь с Дашей. Ну, кушай, да. В общем, мне не понравилась эта история, что у всех разные салаты. Либо вы их положите в одну тогда тарелку, и тот, и тот салат, чтобы я могла сама выбрать. Либо как-то пусть официанты спросят. Но они хоть вкусные? «Цезарь» мне не очень нравится, потому что курица была немножко пережарена и как-будто суховатая. За молодых, что? Дальше, без объявления, безо всего, резко начинается первый танец молодых. Обычный танец березок под дымок. Я как хореограф думала, что я на свадьбах пооцениваю постановочные вот эти свадебные все истории, постановочные номера. Ладно, Настя уговорила. Специально для тебя постановочный номер. Мне понравилось. И это только начало. Начинаем шоу-программу. Ведущий закрыл глаза Алексея, жениху, и просил угадать по каким-то деталям невесты его это или нет. Левую руку приятную и подай в бизинке. Прикольная задумка. Это номер три. Парень, левый палец только, палец. Да подожди ты, она накатила уже. Стой, держи ее. Перезвились, повеселились. Оль, ну ты открой глазки-то, посмотри. О, да, да, да. Ведущий довольно интересный, активный. Чего не скажешь о вас. Дашка сегодня даже не танцует. Даша мяс сегодня... Пила слабенько. Тебе надо сидеть рядом с Лешей. Давай-давай. Издеваешь, она сидишь, реально издеваешь. Она сдерживала себя. Давай сначала, что мне еще поздравить надо, а потом бать. Так, пойдем поздравим. Я решила подарить свой такой немножко профессиональный подарок. А ты чем занимаешься? По образованию стилис-визажиста. Я обращаюсь ко всем гостям. Если у кого-то в течение вечера подпортил свой макияж, я вам подправлю ваш макияж. На самом деле, услуги визажиста на свадьбе стоят больших денег. Я лично для вас, я ни для кого такого не делала, ни разу в жизни. Для вас я это сделала абсолютно бесплатно. Даша предложила свои супервиповские услуги, очень дорогие. Она сказала об этом раз в 10. Молодец, без комплексов. Пошла такая. Не, она молодец. Все, я себе рекламку тут организую. Я крутой визажист. Я нахожусь в четвертом салон, так что подходите и не стесняйтесь. Ко мне сразу подошло много человек. И все хотели красивый макияж. Макияж был в стиле кондукторов из 90-х. Комаду, кашу, палочками. Только она немножко просто заходила вот куда-то там за бровью. Я смотрю на лицо этой женщины и понимаю то, что она просто горит синим пламенем. Просто глаза сыграли новыми красками. Просто ее глаза, как два светофора. Синий цвет сейчас трендовый. Макияж этой женщины получился не только красивым, ярким, но и довольно модным. Я профессионал уже в этом деле. Женщины ходили, смывали это. И после мощного вот этого мейкапа Даша понимает, что талант не должен пропадать. Нельзя зарывать его в землю. Находит себя в новом свете. Мой второй сюрприз для молодых. Песня. И она зажигает. Встречайте вместе рассветы. Гуляйте по паркам вместе. Это песня. Я, ну, то, чтобы сочинила, я немножко и переделала. Жене дарите букеты, а также квартиры и деньги. Вот песня и музыка, вот Даша. И они расходятся. Весь зал вышел меня поддержать. Мы пока вас за вас поднимаем. О-о-о. Ну, а готовилась. Готовы, что на идеальной свадьбе надо идеально взять и спеть. Дашка, респект. Дальше выносят торт. Торт трехэтажный. Розовый. В стилистике свадьбы. Украшения на торте это были цветочки, которые были как у невесты. Прикольно, неожиданно. Ну, я не люблю, когда в торте в еде живые цветы. Ну, хотя бы здесь не выносили второй торт и не искали второй торт. Слушайте, нам говорят предыдущий. Один слой был маковый какой-то с элементами фруктов. Персика. Да. Ну, крем вкусный. Маковая прослойка вкусная. Мне он очень понравился. Он такой был с кислинкой, и там было все в меру. Потом, значит, нас ведущие приглашают на улицу. Пиротехническое шоу. Это так можно назвать? Это интересная идея для красивых фотографий. Платье рядом с фонтаном. Уберите, кто-нибудь шлифт. Горится, сейчас загорится, сейчас загорится. Я думаю, платье мое прожгло 100%. Прикольно, оригинально. Надеюсь, не менее прикольными будут и ваши оценки за эту свадьбу. За оформление зала я ставлю 5 баллов. Мне понравилось, потому что было красиво, лаконично, интересно. За банкетное меню на свадьбе Влада я ставлю 4 балла. Не все блюда были мне по вкусу. За платье невесты Влада мы ставим... Мне платье понравилось. Я бы поставила 8. Нет. Мы договорились на среднее оптическое 4. 4-е ты ставишь? Все, нет. 4 мы вместе. Это ты как посчитал? Я ставлю 1, все. А так будет 4. Нет, аргументируй, почему 1? Я уже объяснял вначале, объяснять мне дальше не буду. 4 дальше. Ну вот и все, ты замужем теперь. А мы в городе Золотой долине, Меасе. Когда-то здесь было самое большое месторождение золота. А сейчас остался лишь один самородок. Наша невеста Даша и ее жених Илья. И сейчас ребята расскажут нам, как нашли друг друга. Мы познакомились в компании друзей. Соберись, Новый год отмечали. После этого, когда начали больше общаться, созваниваться по центру. Ну, потом начались ухаживания. Цветы дарил, в кафе приглашал. Чтобы тепло было с его стороной, какая-то вот эта нежность. Я предложение сделал около дома ее родителей. Я пошел забирать ее, чтобы погулять, сходить вместе. Нет, ты не забыл вечером ночевать к тебе пошли. Нет, мы тогда гулять собирались. Ночью? Да. Снова? Я кольцо достал, говорю, выходи за меня. Она сначала в шоке была, конечно. Это прошло как бы три месяца, и я как бы не была готова к такому. Я решил сделать так быстро предложение, потому что понял, что она не такая, как все. Это точно. Приятно смотреть, когда она красится. Красит губы, глаза. Как бы я работаю, обычный рабочий на заводе. Она отнеслась к этому просто с пониманием. В ней нет такого, что я там хочу айфон. Даша у меня самая красивая. Больше таких нет нигде. Она у меня звезда. Какие милые отношения. Но меня больше волнуют отношения в моем разношерстном коллективе. Я не хочу их вообще не видеть, не знать. Просто я буду делать вид, потому что их нет рядом. Ну хотя бы не месть. Уже хорошо. А пока давайте сконцентрируемся на свадьбе. Как вам местность? Ну, видим просто деревню вокруг. Природа красивая. Пахнет. Прям деревня, свежий воздух. Я прям к бабушке приехал. Ребят, как думаете, какая у нее будет свадьба? Будет мощная деревенская свадьба. Влад, ты умеешь корову доить, нет? Умею. В деревне всегда такой веселый выкуп. С доярками, с козами, курами, овцами, с коровами. Чего всегда мы вот на шпильках, да? Мы идем и видим. Она без платья, в одной фате. Совершенно не собранная, при том, что до выкупа минут 7 оставалось. Мы заходим в комнату, видим Дашу. У тебя радужные волосы. Ее прическа не подходит под ее платье и образ. Но если брать, в принципе, антураж, то, в принципе, огонь. Принцесса Пегасов. А как вам платье принцессы? Хороший сидит по фигуре. Но я пробовала приподнять, оно из очень плотной ткани. То есть оно безумно тяжелое. Для меня оно выглядит как пластмассовое. Для Даши я бы взял платье, похожее ближе к Владе. По фасону. Нашу выкуп, вроде бы, сказали 10.30? Да. Жених чуть-чуть потерялся. Ух ты. Он будет сегодня, нет? Жених опаздывает. Мы понимаем, что ловить пока нам нечего в доме Даши. Не то, что там никакого фрукшета нет. Даже элементарно бутылки шампанского. И направляемся на изучение окрестностей. И нам навстречу идет мужчина. Let's take it slow, baby. Здравствуйте. Его зовут Колян. Ну что, чувак, очень забавный. Самогон где продается у вас? Я спросила это в шутку. Только где? На Ленина. Прокатите, наверное, данных. Вообще в легкую. Он говорит, садись, поехали. Доброта человека зашкаливает. Вот широка русская душа. Колян нам показался весьма странным, молодым человеком. И мы решили сами себе алкоголь купить, нежели куда-то ехать. И мы приезжаем к дяде Валерии. Есть? То есть дядя Валерия увидел нас? Без камеру, испугался, убежал. Но мы с Коляном договорились, что вечерочком мы точно поедем за самогоном, но уже без камер. А вот у Даши с Владой охота оказалась более удачной. Мы покупаем себе бутылочку шампанского, сыра и садимся к ломагазину. А вот что? Доброе время, юбилей что? Да, юбилей. Сами себя покормили, побоили, потому что другого выбора у нас не было. Так, ребят, заканчивайте свои алкогольные дела. Жених приехал. Привет. Я Даша, это Влада. Они и с Дашей максимально похожи. Двое зло рта одинаково с лица. Когда он начнёт выкуп, а то мы тут уже минут сорок, наверное, ходим. Да, сейчас начинаем. Мама и папа продавали Дашу как какую-то технику. Вставили как какую-то вещь. Так, товар готовится. Я не понимаю, зачем это делать. Вам надо загрузить пароль. Надо было пароль поставить. Якобы включить её. Скажи, как ты её называешь? Ну, типа, ничего сказать, в принципе, не мог. Скажи, я люблю тебя. Мы сами с Дашей помогали. Зайка, солнышко. Любимая зайка. Принцесска моя! Я люблю тебя. Выкуп длился минут шесть. Ну, я представляла выкуп вообще весёлый. Где там много таких деревенских баб, поют какие-то частушки. Этого не было. Выкуп закончился. Мы выходим на улицу. Даша нам говорит, что ждать ещё 40 минут до приезда автобуса. А так, кстати, далеко? Что мы будем делать? Она говорит, ну, вот тут-то будем стоять, ждать. Очень жарко. Стоять, ждать нам 40 минут автобуса вообще нет никакого смысла на жале. И мы вспоминаем про клёвого друга Коляна. Ну, что, докинешь нас тогда? Подъезжаем к ЗАГСу. Кого ещё нет, а кушать-то хочется, мы решаем пойти в ближайший продуктовый магазин. Мы просто кушать хотим. Всё купили и сели рядом на лавочку. И просто смотрели на пейзаж в виде крана, который послушал ремонтной работы с из него дома. Даша нас не очень гостеприимно встретила. Даша могла бы об этом позаботиться, чтобы у нас была вода, еда, выпивка. Ребят, да вы и сами отлично о себе позаботились. Теперь неплохо бы и в ЗАГС сходить. Большой, двухэтажный. Ну, для деревни нормально. А как вы будете целоваться? В масках. Серьёзно? Входим в зал для церемонии бракосочетания и видим, что нет стульев. Все буду стоять. Ни скамеечки для пожилых людей, хотя у них очень много пожилых. Каких-то стульчиков хотя бы для родителей 4 штучки. Ничего совершенно нет. Толпа стоит. Церемония проходит очень быстро, очень так сухо. Я не увидела каких-то прям милых моментов. Смотри, какая страсть. Смотри, какая страсть. И сразу после ЗАГСа мы думали, что поедем уже в ресторан. Я очень устала, меня укачало, меня тошнит. Я хочу есть, я хочу сесть, я хочу кондиционер. Но выяснилось, что мы сначала едем с ними. Они фоткаются. Зачем гостей гонять на вот эти фотосессии? Потом у них какой-то там сюрприз непонятный. Мы едем на озеро кататься на яхтах. Это якобы был сюрприз от родителей. Но, если честно, уже хочется просто, не знаю, упасть куда-нибудь, лечь, уснуть. Смотри, какие виды. Нет, все прекрасно, все красиво. Вопрос, зачем? Скорее всего, просто по времени они не успевали с самого начала. И нужно было просто выиграть время. Уже хотелось бы скорее уйти домой. А что мы видим в картину? Жених с своим другом просто пьет шампанское. Мы поедем сегодня, нет? Просто смотрю, у вас тут шампанское, водичка. Мы там сидим без воды с 7 утра. И, в общем-то, они понимают, что мы уже начинаем негодовать. И они так быстренько-быстренько, все, мы едем. В итоге мы приезжаем в ресторан просто на час позже, потому что кто-то расслаблялся, не думал о последствиях. Да ладно вам, это ж Дашкина свадьба. Имеет полное право расслабляться. И в зал мы заходим уже еле живые. Нам уже ничего не надо. Добро пожаловать на свадьбу Даши. Бюджет 150 тысяч рублей. Стиль классический. Фишка – выигры. Места вообще очень мало. Меня сразу это уже испугало. Один длинный стол, который мы понимаем, что если человек сел посередине, как бы как он пойдет в уборную? Не было вообще никакого украшения, кроме президента. Хрусталь. Фонарики. Даша сказала, что президент у нее стоит 20 тысяч, но это очень смешно, потому что это стоит максимум 5 тысяч. Мне не понравилось вообще. Не стесняйтесь, проходите, присматривайтесь в себе листах. Мы наконец-то садимся за столы. Ну вот и все, ты замужем теперь. У нас порционный салат. Состоящий из яблока, языка, перца и большого количества луков. Все это заправлено майонезом. Сочетание просто несочетаемого было. Даша вас специально не кормила 6 часов, чтобы мы на банкете сожрали все. Мы ели только потому, что мы были голодны. Но это не банкетное блюдо. На банкеты должны выбирать такие блюда, которые могли как бы покушать все. Еда просто... Отвратительная. Сейчас молодые подсластят вам банкет кое-чем прекрасным. Первый танец молодых. Танец был такой немножко деревянный. Я считаю, если ты не до конца тренировался, не уверен, лучше не танцевать. Лучше просто вот, не знаю, танец березки сделать. Но все равно я считаю, что ребята молодцы в этом плане, что подготовились. Надеюсь, ведущий подготовился не хуже. Как вас развлекали? Не происходило совершенно ничего. Тосты, поздравления. Вам, в добрый путь и оставаться все время вместе. Тосты, поздравления. Что будет возглавляться на протяжении всей вашей жизни? Извините за выражение, а не мело задницы. Ладно, Влада, давай спасать твое мягкое место. Конкурс. У кого красным цветом фигурка? Покажите мне, у кого красным цветом фигурка. Синим цветом. У кого фигурки? Есть два фигурчика. Есть, хорошо. Что? Конкурсы были просто вообще максимум понятные. Очень странно, очень скучно. Мне не хотелось в этом участвовать. Хотелось скорее уйти домой. Так, стоп, без нервов. Идите, проветритесь и успокойтесь. Вы вышли на улицу. Давайте присядем. Я поняла, что ссора между Дашей и Лешей с Настей, к сожалению, не заканчивается. Я решила, что им нужно поговорить. Между вами конфликт какой-то произошел. И, возможно, нужно просто помириться. Тогда мы ждем извинений. Никаких извинений речь идти не может. Но это невозможно, потому что, мне кажется, то, что было, его уже не забыть. Но у нас создались, конечно, немножко вопросы к вашему ведущему. Никто из них не пошел на контакт. Мне пришлось рассказать ребятам про ситуацию на моей свадьбе. Наша МИАС подходила ко мне и говорила, что Леша с Настей такие плохие. Они мне поят. Кстати, нормально вообще? Я не кружка. Тебя опять набухали. Вообще, ***. Тебя понимаешь, почему она на твоей свадьбе была такая? Так что все вопросы вот сюда. Им надо работать просто обарменами. Так же она говорила, это мне. Все, что у нас свадьба была прикольная. Тебе понравилось? Да. Ехали в такси с ней вдвоем после свадьбе, потому что вы уехали на своем трансфере. Я с ней. Она сидела и плакала. Так скучно я живу, а? Она сидела и плакала, говорила, я приехала на этот проект, чтобы дружиться. Говорит, я хотела бы приехать к тебе в город, там, ну, в Нижний, и к Владе, в Тюмень. Говорит, а ты хотела бы приехать в Питер? Типа, к Насте, она такая, нет, я бы не хотела к ней приехать. Это обстоятельство, которое мы узнали. Понятно, что Даша Мяска хочет тихоря выиграть проект. Она нам открыла блокнот, и в этом блокноте прям было записано, вот, там, чуть ли не по пунктикам, что вы говорили. Это шутка? Нет, это не шутка. Влада на Дашиной свадьбе пыталась все за... И сейчас она на вашей свадьбе пытается как бы сделать то же самое. И то, что Даша половину там написала, это все было неправдой, отчего я была лично очень сильно удивлена. Это максимально двухлично получается, и из-за нее у нас возникает конфликт. Хотя, по сути, этого быть не должно. Тупой хитрый ход, чтобы победить. Каждому просто подходить и говорить, что вот эти плохие, эти плохие, вот и хорошие, ну... Это единственный провокатор на этом шоу. Я сильно разочарована у меня просто как в человеке. Я думала, она хорошая девочка из провинциального города. Но все оказалось немного иначе. Ладно, девочки, давайте пойдем дальше. Информация для размышления, все. Это информация для размышления, Станцев. Ничего хорошего она этим не добилась, в итоге правда всегда вскрывается. И когда мы объяснили, что такого не было, и общаться стало гораздо легче, когда вот этот вот напряг спал. Вот и отлично! Значит, можем продолжать гулять на свадьбе! Я не могу молчать, не могу, ведь я люблю, и это сводит с ума. Я приглашаю к нам сюда те, кто еще не поздравил наших уважаемых молодых. Есть такие еще? Да! Мы подготовили особенный сюрприз Санкт-Петербурга. Настя взяла реквизит. Мы договорились с местными фарщиками для того, чтобы создать хорошее, красивое шоу. Прикольно. Очень красиво, феерично. Мы просто разнообразили пустую шоу-программу. Девчонки, а вы чем разнообразите шоу-программу? У девочек тоже созрел подарок. Поскольку Даша у нас часто перебивается, мы с Ладой решили купить ей пару обуви. Ты меняла очень много образов, ты очень стильная девушка, у тебя забыли разные макияжи, разные платья. И мы хотим дополнить твой образ, потому что ты любишь часто перебывать эти замечательные туфли. Даша любит врать, лицемерить. Постоянно меняет мнение и то вашим, то нашим. Эти туфли будут как символ именно переодевания, переобувки с твоей стороны. Даш, посыл нашего подарка был таков. На этом шоу, к сожалению, ты слишком часто переобуваешься. И эта пара обуви от нас с Дашей, тебе. Кажется, Даша ваш посыл не поняла. И, слава богу, не испортит себе настроение перед тортом. Это обычные пирожные и кусочек торта, который никак не украшен. Это как предторт, но не как главный десерт. Солешка. Сам торт неплохой, какой-то муссовый, шоколадный. Я бы даже сказала, ну, как бы вкусненький. Торт вкусный. Пирожное, потому что оно опять с этой грёбаной прослойкой. Просто тебе оно не нравится. Поэтому пирожное невкусное. А торт вкусный с орешками. И пока вы ещё всем довольны, предлагаю поставить оценки. За платье невесты Даши я ставлю 2 балла. Оно было пластмассовое. За оформление банкетного зала мы ставим 1 балл. Оформил было только президиум и то кое-как. За банкетное меню на свадьбе Даши я ставлю 1 балл, потому что съесть было нечего. Ну вот и всё, ты замужем теперь. Четыре свадьбы позади. И сейчас мы узнаем, кто заслуживает победы и кто получит путешествие мечты от канала «Пятница». Даша, Нижний Новгород, Настя и Лёша, Санкт-Петербург, Влада, Тюмень, Даша, Миас. Даю вам последнюю возможность сказать друг о друге всё, что думаете. У нас смешанные эмоции. Даша, ну, как по моему мнению, она должна быть везде. Даша, как человек, изначально показалась очень тихой. Но, как говорится, в тихом омочи черте водится. И нашим, и вашим. Она раскрылась просто, мне кажется, на 100%. Основные оценки невестами уже выставлены. Осталось лишь распределить финальные 50 баллов за общее впечатление от свадеб друг друга. 50 баллов никому мне поставить. Нам надо их очень грамотно распределить. Так, кому что ставить? Я бы всё поставила себе, но так нельзя. Не знаю. Сложно выбрать. За нас, девчонки. О, Даш, ты что, в наших туфельках? Да. Тени небольшие? Большие. Очень. У Баратино нос рос, когда он врал. Мне кажется, у тебя должна вырасти нога. Это честь чего? Ты на этом шоу показала, что любишь очень сильно врать, что ты переобуваешься постоянно. Ты сначала подходила к Лёше с Настей и говорила о том, что мы плохие. Мы хотела спросить. Да, это одно. А потом подходила к нам и говорила, что я хочу именно с вами, двумя дружить, значит, Питера я подумаю. Я просто хотела выиграть. А у кого это получилось, узнаем буквально через секунду. Прямо сейчас в эту комнату войдёт муж одной из невест. Именно эта пара и станет победителями проекта. Как трясёт-то. Выдохни. Поздравляем. Ой, да я тебя поцелую. Мы поздравляем Владу. Она стала победительницей проекта, набрав 97 баллов. На втором месте Дарья из Нижнего. У неё 74 балла. На третьем месте Настя. И её 69 баллов. И на последнем месте Даша из Миаса. Она набрала 46 баллов. Ну, я говорю ещё раз, что я благодарна каждой из вас. Но больше всех я бы хотела сказать спасибо Даше. Ты была моей поддержкой. Ребят, бегите, пакуйте чемоданы. А вы, интриганки мои, откройте книгу оценок и посмотрите, кто из вас подарил Владе победу. Даша Мяса ставит Даши из Нижнего Новгорода. За платье невесты два. Почему? Ты описывала, какая вред. У тебя просто было белое платье. Банкетное меню один. Очень не понравился этот салат, который вначале был. Оформление два. Вот конкретно в стиле Рустик там не было. Общее впечатление семьи. Мне там было скучно, неинтересно как бы. Дашка веселила себя сама. Мы с Анастасией ставили за платье невесты, я запомнил, что это айвори, поэтому поставили один. Конечно, это показатель. А то, что оно красивое, это как бы не важно. Нет, просто ты же, мы когда описываем, мы к этому и готовимся. Посмотрите, как Влада оценила свадьбу. Оценила тебя. Платье невесты, она поставила тебе единичку, банкетное меню тоже и оформление тоже один. Я не обижаюсь, потому что общее впечатление о моей свадьбе у нее 30. Я считаю, это достаточно высокий балл. Дарья Нижний Новгород оценивает свадьбу Влады. Общее впечатление о свадьбе 48. Потому что это моя подруга. Отдала ей все... Да почему ты считаешь, что я должна платить тебе баллов? Или им. Она девочка, с которой я дружила, с которой мне было комфортно и хорошо. Дарья, получается, Нижний Новгород ставила оценки за твою свадьбу. Она поставила платье невесты 2, банкетное меню 1, оформление 1 и общее впечатление 1. И вот после этого ты в конце свадьбы подошла ко мне и говоришь, у тебя была такая крутая свадьба, у тебя такое красивое платье. Леша с Настей, вы сидите. Это было. Вы когда все вместе сидели за стол, я к вам подведилась, спрашиваю, девочки, как? Да. И вы мне в спину... О чем даже сейчас были сказать? Ну, о чем мы говорим? Когда вы делаете все за спиной, все было понятно и так. Как рады. Да, мы очень сильно рады. Мы, наверное, на этот выигрыш ездим в Таиланд.